Привет дорогие друзья! Сегодня хочу коротко вам рассказать об одном из самых идеальных кремов. Этот крем подходит как для тартов, он также подходит для выравнивания тортиков, для начинок в тортике. Я не буду сверху украшать капкейки, то есть шапочки делать сверху, он прекрасно держит форму. Я не могу его полноправно назвать крем-чизом, так как я делать его буду не из сливочного сыра, а буду делать его из творога. Но это удешевляет процесс. Но крем остается таким же вкусным, нежным и прекрасно держит форму. Сейчас хочу рассказать вам, смотрите, у меня здесь 250 грамм творога. Так как творог плотнее, чем крем-сыр, я в него буду добавлять молоко. Творог у меня здесь холодный, просто из холодильника. Если вы хотите сделать, допустим, кофейный крем, изначально разведите это молоко с кофе. Только молоко должно быть горячим, и разведите его с кофе, дождитесь остывания и уже тогда добавляйте. Потом мы будем добавлять сюда еще белый шоколад. Белый шоколад нужно будет растопить либо на паровой бане, либо в микроволновке. У меня здесь 100 грамм белого шоколада. Можно добавить как молочный, так и черный шоколад. Это, соответственно, поменяет и цвет, и вкус самого крема. То есть, по желанию. Взбивать начинаем сразу же быстро, так как творог у нас холодный, и чтобы шоколад у нас нигде там не застыл комочками, взбиваем быстро. Он прекрасно соединяется. Масса становится однородной, гладкой и по консистенции как раз как крем-сыр. Мы именно добиваемся, чтобы не было никаких комочков и крупинок творога. Вот такая вот красивая гладкая масса у нас получилась. Уже как крем. Теперь возьму 250 грамм сливок. Сливки жирностью от 33%. Добавила в них ванильный сахар и добавляю еще в 250 грамм сливок 3 столовые ложки сахара. Если у вас творожная масса вышла вообще практически не сладкая, добавьте чуть больше сахара. У меня она очень приятная на вкус, сладкая, поэтому я добавила всего 3 ложки сахара в сливки. Сливки взбиваем, добиваясь вот такой вот уже плотной и устойчивой массы, как полноценного крема. И теперь в сливки полностью выкладываем всю творожную шоколадную массу. Взбиваем буквально минуты 2-3, не больше. Масса должна у нас хорошо соединиться. И она станет немножечко плотнее. То есть как раз такой, с которой будет очень удобно работать и довольно плотной и устойчивой. Точно нигде течь у вас не будет. Она рельефная, красивая. Долго тоже взбивать не нужно, чтобы у вас ничего нигде не расслоилось. Посмотрите, буквально вот пару минут. И у меня вот такой вот стоячий красивый крем. Он вообще даже не падает с венчика. Будет прекрасно держать форму. Если вы будете взбивать очень долго, он может быть внутри с большими пузырями воздуха. Я буду сверху покрывать шоколадные капкейки. Внутри они с апельсиновым курдом у меня. И буду делать вот такие вот шапочки. Посмотрите, как он прекрасно держит форму. Какие красивые борозды получаются. Он абсолютно нигде не съезжает, не плывет. И тем более после холодильника, когда шоколад у нас полноценно застынет, этот крем будет очень стабильный и будет стоять очень долго. С него можно даже и розы накрутить. В общем, это такая палочка-выручалочка для многих рецептов. Хочу показать вам, посмотрите, какие с него ракушки красивые получаются. Очень рельефные. Хоть такие, хоть такие, без разницы. Очень рельефный крем. Мне он очень нравится. Я думаю, вы должны его попробовать. Сверху свои капкейки я просто посыпала кондитерской посыпкой. Разной. Получились очень вкусные, насыщенные, шоколадные. И сверху получаются они такие сливочные с белым шоколадом. В общем, очень-очень вкусно. Я думаю, вам пригодится этот рецепт. Обязательно его попробуйте. Ставьте пальчики вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.